Президент Центра национальных культур на Руи Сергей Буров. Я хотел такой вопрос задать по поводу прозрачности фондов. Потому что я работаю с фондами уже более 13 лет, 2003 года. Провожу международные конкурсы. Раньше мне давали из фондов средства какие-то, ну арт-центр, извините, а теперь на те же самые проекты не дают, без всяких объяснений. Некоторые фонды еще показывают, кому они дают, но не все. Вот насколько вы оцениваете прозрачность и как повысить прозрачность, что вы предприняли бы, что вы намерены сделать в этом отношении, направлении? Несомненно, это очень конкретно на этот вопрос ответить, но на этот вопрос есть общий ответ. Наше государство относительно прозрачное, честное и публичное. Я уверен, что здесь как есцевские деньги, так и местные деньги распределяются понятным образом. Если вам что-то непонятно, то вы всегда можете спросить, это ваше правило. Церковь методистов, спасибо за сегодняшнюю речь. Она действительно была как исповедь, как проповедь. Но я много лет работаю в разных проектах, чтобы людям тут лучше жилось. Вчера пришла такая мысль, смотря на актуальную камеру, построить храм мусульманский. Моё личное мнение, которое я ни с кем не согласовываю, ни с каким лидером мнения, я считаю, что в Эстонии церковь и государство разделены. И государство отделено от всех церквей. Я учусь в гимназе. Вы говорили о гражданской активности, о том, как все должны быть активными. Но я могу на своём примере сказать, что если эту активность не учат, то откуда местные должны они узнать? Может быть, нужно что-то сделать из-за изменения системы обучения, чтобы в школах об этом говорили? Я ходил на паре конференциях, где говорили о том, как это интегрировать с обычной учёбой эти предметы. У меня есть прямой, простой ответ. У меня здесь дети месяц учатся, я их привезла сюда, и они говорят, они рассказывают те же анекдоты, которые мои одноклассники рассказывали 40 лет назад. Другие увидят, как это делается, и так это и рождается. Дети из поколения в поколение сохранили эти шутки, которые они друг другу рассказывают. Чем больше вы учатся, тем нормально будет это казаться ученикам пятого и первого класса. Не нужно какие-то процедуры, системы, таблицы создавать, чтобы это дело жило. Так, ученики, ученики активны сегодня. Здравствуйте, Алина Франчихина меня зовут. Мой вопрос, у меня личный вопрос. Моя мама спрашивает. Она учительница в детском саду, и она сказала, что зарплаты для учителей идут с госкассы, но зарплаты для учителей распределяет город. Почему такая система? Честный ответ таков. Тут это относительно общий принцип, который работает в ЕС. Это то, что решения, важные для сообщества местного, делают кавас, который к нему ближе. Нет смысла это принимать решения где-то издалека. Но что касается зарплат, если мы оглянемся на 25 лет назад, то прогресс имеется. Да и сейчас зарплата относительно высокая учителей, но и наша экономика не справится с таким большим ростом зарплат. Если бы 20 лет назад у нас была бы налоговая система, которая считает одной из лучших для развития экономики, также у нас и уровень образования тоже высокий был, и тогда и сейчас. И вот эта свобода для ведения экономики, то невозможно, чтобы наш рост был около нуля. Но сейчас он, то есть, сейчас уже, он сейчас вот так есть. То есть, сейчас нужно что-то менять. Мы не можем больше работать за низкие зарплаты. Мы попали в ловушку среднего дохода. И наш роль изменить так, чтобы мы, экономику так, чтобы рост зарплат продолжился. Если наше предприятие так, настолько меняется, они могут платить более высокую зарплату, то, соответственно, и местные самоуправления будут иметь больше денег платить учителям. Эту добавочную стоимость создают в частном секторе. Наше государство с очень простой административной системой здесь очень легко начать развить предпринимательство. Здесь мы предлагаем тестировать решения других стран. Это все те действия, которые выведут нас из этой ловушки среднего дохода. Но нынешний застой экономический, который не отражается в стабильности зарплат, именно от этого и происходит, что мы сейчас уперлись в стекло с этой моделью экономической, которая у нас была. Меня зовут Валерия, у меня такой вопрос. Как вы думаете, как мы можем решить демографическую проблему в Эстонии? Валерия, я вижу, уже стала примером. Не стоит смотреть, что делает развитый мир. Они не делали что-то лучше, чем мы, потому что в Западной Европе те же самые проблемы с рождением, то есть среди образованных женщин, как и во всех крупных государствах. А причина состоит в том, что в обществе появилось понимание, что женщины учатся и делают работу так же хорошо, как и мужчины. То есть тогда общество приняло нас на работу, но для того, чтобы мы могли делать эту работу, мы на самом деле должны были стать мужчинами. Мы должны были утром идти на работу, забыть о своих детях, как делает мужчина. Должны были говорить и решать, принимать решения, как это делает мужчина. И так стало везде в Западной Европе. Поэтому никто не видит модели никакой, где без механической миграции, где без механического прироста поддерживать хороший уровень рождаемости. Но есть хорошие, позитивные исключения, например, Франция, где рождаемость выше. В то же время, когда много женских министров, много политиков, женщины не исключены из общества. Но это государство на полтора года не прекращает карьеру молодой матери, в то время, когда она больше всего могла бы развиваться в профессиональном плане. Наше общество это делает. Материнская зарплата – это супер вещь, очень важная, но есть и побочные действия при таком применении. Это то, что женщины отстраняются от рабочего рынка, уменьшается их потенциал двигаться дальше, уменьшаются их будущие доходы. И поскольку мы очень самостоятельны, то мы можем себе родить только столько детей, сколько можем себе позволить. Так оно и есть. В чём решение? У нас есть партия и действующая демократия. Давайте задавать эти вопросы перед выборами. Давайте не спрашивать, насколько поднимутся пособия. Давайте спрашивать, насколько может система измениться. Но есть и надежда. Я тоже мать. Я вижу, что молодые больше вкладываются. Например, отец, когда отец ребёнка остался, с половином ребёнком остался дома. Например, в кадрёрке в нашей команде это не только женщины, кто бегут домой к детям, также и мужчины. То есть, роли эти меняются, все вкладываются, отношения меняются. И есть ещё один нюанс. Работа меняется. Рабочий рынок – это не такой, что я… Молодые люди хотят, чтобы график был гибким, они часто меняют своё место. Сейчас это позитивно. Раньше не было. Это тоже даёт надежду на лучшее будущее. Все меры. В том числе и то, что мы не будем злиться, когда какой-то младенец где-нибудь в автобусе кричит. Как вы думаете, только средней Эстонии, страны Бальтии, может быть, на Запад, на Запад, на Запад. Что можно было бы делать по-другому, но лучше на данной ситуации? Какое именно предложение? После военного кризиса в Украине НАТО всё время делало шаги для того, чтобы все члены НАТО были защищены. Именно в этот период было принято много решений, которые приведут войска в Эстонию, в Латвию, в Литву в более крупной мере, чем, например, мы могли думать понадобиться, когда мы вступали в НАТО. Эстония всегда понимала, что НАТО состоит из двух частей. Это самостоятельная защита обороны, а второе – это помощь остальных стран-членов. Поэтому мы 2% от ВВП всегда вкладывали, и этот процент будет расти до 2-19, потому что мы, платя за оборону, мы платим за свою безопасность, за свою независимость. Латвия и Литва тоже наращивают свои расходы военные и тоже дойдут до 2% от ВВП. Литва восстановила обязательную службу, вот такой же, как у нас здесь. Это нелегко, когда это уже однажды было ликвидировано. Но уже сегодня наша возможность отразить атаку значительно лучше. Я бы хотел сказать, что она достаточно, но мы не знаем, что будет дальше в Сирии, в Украине, когда наступит тот момент, что придет новый период напряжения. И экономически даже это не делает жизни даже здешнего региона легче, не создает много возможностей. Но сегодня мы в той ситуации, когда каждый шаг НАТО повышает нашу обороноспособность, и эти шаги, их нужно делать, и очевидно, что их нужно будет делать и в дальнейшем. Спасибо. Последний вопрос. Госпожа президент, у меня такой вопрос. Меня зовут Сергей Попов. Я из Украины до начала Российской войны. Я был жителем города Донецка. В последнее время все больше говорят о палто-украинском сотрудничестве. По вашему мнению, что бы сейчас можно было выделить? То есть что это? Экономика, культурное сотрудничество, научное сотрудничество? Мое личное убеждение состоит в том... Моя глубокая убежденность в том, что больше всего... Украина нуждается в демократическом, открытом государстве, где есть уравновешенная власть, и Эстония могла бы сделать свой вклад именно в это, в строительство такого государства. Это не только Эстония могла бы сделать. Также Латвия, Литва. Все эти страны, которые уже прошли этот путь. Мы были вместе развивающимися странами, но этот процесс, наверное, повел нас в разных направлениях. Теперь этот процесс нас возвращает в одно направление. У Европейского Союза есть деньги поддержать Украину, и он делает это. У Эстонии есть знания и умения, которые Украине пригодятся. Я надеюсь, что упрощение визового режима для членов Восточного партнерства, которые исполняют требования, движется в сторону Евросоюза, тоже произойдет. Аплодисменты.